Благословен Господь, дающий Тору На этой неделе мы читали сразу две главы «Матод» и «Масе». И, как вот Олег затронул тему «Обещание Господу», тут как раз говорится тоже о верности данному слову. Поэтому я бы хотел немножко затронуть эту тему. Вкратце я сейчас вам расскажу, о чем, собственно, эти недельные главы. Значит, это клятвы и обеты, обязанность исполнять обеты, обеты замужней жены, обеты вдовы и разведенной. Потом идет война с Медьяном, потом колено Рувена и Гада в Зайордании. Значит, недельный раздел «Масе», обозрение пути от Египта до Иордана, заповеди завоевания и заселения земли, города левитов и города убежища, наследование земли в случае браков между коленами. Значит, ну тут достаточно много разной интересной информации, поговорить есть о чем. Но я бы хотел сегодня затронуть именно тему обещаний. И для начала, вот просто свидетельство по поводу того, что обещания надо сдерживать. На этой неделе я пообещал одному человеку сделать кое-что, вспомнил об этом вчера в обед. Начал это делать, думаю, надо идти домой, дома доделаю. И такая мысль, домой приду, уже будет шаббат. В шаббат, не стоит этим заниматься, лучше посвятить Господу, тем более надо готовиться к комментарию. Думаю, ну я там если полчасика так только доработаю, все будет нормально, ничего страшного. И тут такая мысль, файл слетит, все потеряешь, придется начинать с нуля. Я так думаю, ну как бы у меня есть опыт того, что ты в программе что-то сделал, подготовил, сохранил. И вот чтобы вот реально информация вся пропала из сохраненного файла, ну я не знаю, за много лет это может быть, ну чтобы не соврать, я лет уже 15, наверное, занимаюсь такими вот вещами. Раза два или три от силы, ну это крайне редко. И чтобы еще вот в такой ситуации и вот мысль появилась, пришел домой, поработал, сделал, распечатал, сохранил файл. Потом думаю, надо на всякий случай перепроверить, открываю, а он пустой. Файл синхронизируется с другим компьютером, залез на тот компьютер через интернет, там он тоже пустой. И я вспоминаю, а ведь было же слово. Ну я хотел сдержать обещание, я его сдержал, распечатки предъявил, но придется работу начинать с нуля. Это к тому, что действительно, если Господь сказал, что шаббат это шаббат, то так и должно быть. Значит, и вот по поводу обещаний. Начинается недельная глава так. «И говорил Маше главам колен сынов Исраэля, говоря, вот что повелел Господь. Если кто даст обет Господу или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего. Все, как вышло из уст его, должен он сделать». И это все, что сказано по поводу клятв и обещаний, обетов, которые дают мужчины. А дальше идет расклад, и это достаточно много места занимает. Значит, о том, это фактически 15 стихов посвящено тому, как эти вопросы решаются в случае, если женщина дает какие-то клятвы, обеты, когда они в доме отца, то есть не замужем, когда они вышли замуж и в доме мужа, когда уже нет ни отца, ни мужа, и они самостоятельны. И вы знаете, как бы так вот читаешь, и вроде бы как бросается в глаза такое явное неравноправие. Мужчина имеет право отменить всякий обет, всякую клятву, всякий зарок, который взяла на себя женщина. Женщина получается вроде бы как не в равных правах с мужчинами. Я понимаю, что женщинам это не нравится, но на это можно посмотреть по-другому. Хотите независимости, будьте вдовой или разведенной. Но только тогда женщина сама имеет право и говорить, и нести ответственность. Но тут есть еще один интересный момент, собственно, об ответственности. Значит, если что-то берет на себя женщина, и над ней нет власти, нет мужчины, нет отца, нет мужа, то, собственно, она сама несет ответственность. Она сама берет на себя, да, никто ей не указ, но она сама несет ответственность. И если она взяла что-то на себя не то, и согрешила пред Господом, ответственность тоже на ней. С другой стороны, если у нее есть отец, она еще не замужем, если у нее есть муж, она уже замужем, и муж над ней власть, то ответственность эту, собственно говоря, в первую очередь берет на себя муж. И он отвечает перед Господом, если женщина согрешила своими словами. Если он отменил, успел отменить, услышал. И что получается, что вот когда есть над женщиной та власть, которую Господь поставил, тогда ответственность берет на себя мужчина. Причем давайте вот вспомним, Эдемский сад, первый грех. Кому Бог в первый раз обратился? К Адаму, понимаете? То есть инициативу проявила Ева, муж промолчал, даже посодействовал и поучаствовал. И первый, кому Бог пришел, не к Еве, не к змею, который был, собственно, инициатором всего этого, а к Адаму. Почему? Потому что на Адама была возложена ответственность за все, что происходит на земле. Поэтому к нему первому Бог и пришел. С вопросом и с претензией, соответственно. И теперь я вот задался таким вопросом. Вот интересно, а почему тут вот так вот как бы про мужчин всего два стиха, а про женщин так много? И вы знаете, какая интересная мысль пришла? Ведь народ Божий, он невеста, а жених, который над нами, как над невестой, Ишуа. И про него сказано, что он взял на себя наши немощи, понес наши болезни, ранами его мы исцелились. Так вот тут возникает вопрос. Мы хотим принимать самостоятельные решения, независимо ни от кого, ни от чего, и потом нести всю полноту ответственности? Или мы хотим быть под властью? Мы хотим быть под Ишуа? Мы хотим быть ему послушны? И тогда, даже если мы делаем что-то не так, ответственность понес он, он же и воскрес, и он же нас оправдывает. И вот смотрите, я уже процитировал, он взял на себя наши немощи, понес наши болезни. И следующий стих – это Колоссянам 2 глава с 13 стиха. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». То есть, что получается? Либо мы сами по себе, либо мы с ним, и тогда он дарует нам возможность ошибаться и восстанавливаться, потому что у него есть эта власть, у него есть эта сила. Ну и поэтому мы, в принципе, должны для себя сделать выводы. Ну, я думаю, и женщинам тоже имеет смысл поразмышлять, как вообще выстраивать отношения с мужьями, как дочерям выстраивать отношения с отцами. Вы хотите быть под защитой? Вы хотите быть в благословении? Или вы хотите быть самостоятельными и независимыми? Выбор есть. Понимаете, Бог когда-то сказал, «Я предложил тебе жизнь и смерть, выбери жизнь». Бог нам всегда дает подсказки. Ты знаете, Он похож на экзаменатора, который раскладывает перед нами билеты и подсказывает именно тот, который мы выучили. Давайте мы будем послушны и будем следовать тому образу, который есть в Писании, и будем благословенны. Во имя Ишуа. Аминь.